Всем привет! Сегодня будем вязать вот такой вот снудик для собаки. Зачем, почему, для чего он нужен, я все описала у себя на сайте. А также написала, как рассчитать количество петель. Поэтому переходите по ссылочке и читайте, что нужно для этого делать. Набираем нужное количество петель и вяжем узор резинку где-то 2 см. Снимаем кромочную, далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Думаю, вопрос о том, как вязать резинку, наверное, отпадает сам с собой, потому что наверняка вы знаете, как ее вязать. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. И так до самого конца. Когда у нас в конце ряда осталась одна петля, мы ее вяжем изнаночной. Первую петлю мы сняли. Смотрим, что здесь у нас идет. У нас идет здесь изнаночная, значит, над ней мы вяжем изнаночную. Следовательно, далее лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так где-то 2-3 см мы провязываем только резинку. После этого вяжем на лицевой стороне изнаночный ряд, то есть ряд изнаночными петлями, только изнаночные. Сняли петлю, теперь провязываем одна изнаночная, одна лицевая, повторяем, одна изнаночная, одна лицевая, и так до самого конца. То есть снова чередуем, точно так же, как и резинку. Теперь вместо того, чтобы над изнаночными вязать изнаночные и над лицевыми лицевые, мы вяжем над изнаночными лицевые, над лицевыми изнаночные. Снимаем петлю. Далее смотрим, что у нас. У нас здесь изнаночная, значит, вяжем лицевую. Далее у нас идет лицевая, над ней, значит, вяжем изнаночную. Вот такой узор у нас и будет. До самого конца, до самого верха мы вяжем над изнаночными лицевые, над лицевыми изнаночные. Изнаночная, значит, вяжем лицевую. Изнаночная, значит, вяжем лицевую. Лицевая, значит, над ней вяжем изнаночную. Снова изнаночная, над лицевой изнаночная. Я выбрала такой узор. Если вам нравится любой другой, то смело используйте. Или вы можете вязать косы, или что-то в этом роде. Пожалуйста, можете использовать то, что вам нравится. Провязав 7 см в высоту, я переворачиваю работу на изнаночную сторону и делаю ряд лицевыми петлями. При этом я делаю убавление. Далее мы одну петлю снимаем, как обычно. Захватываем две, провязываем лицевой. Снимаем. Захватываем еще две петли нос с этой стороны, как мы вязали в прошлом уроке. Снова провязываем вместе. Затем вяжем лицевыми практически до самого конца. И сделаем такое же убавление в самом начале, вернее, в самом конце. В конце, когда у нас осталось 5 петелек, мы делаем такое же убавление. Захватываем с этой стороны две петли и провязываем их вместе лицевой петлей. Далее. Захватываем с этой стороны две петли. Точно так же провязываем их лицевой. И последнюю мы провязываем изнаночной, как обычно. Что мы делаем далее? Далее мы будем вязать резинку. То есть на лицевой стороне мы вяжем резинку 1х1 высотой где-то 3-4 см. Можно даже 5-6 см. То есть первую петлю мы снимаем, затем вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И второй ряд мы уже вяжем над изнаночными, изнаночные, над лицевыми, лицевые. Провязали мы резинку. Далее закрыли петли эластичным способом. В прошлом видео я оставляла ссылочку. Под этим видео я оставлю точно так же ссылочку. Там все подробно показано. Если вы вязали на 4 спицах, значит вы вязали в круговую. Так как я вязала не в круговую, потому что у меня этих спиц просто нету, чулочных. Поэтому я буду сшивать свое изделие. Буду сшивать его точно так же, как и в прошлом изделии. Зафиксирую нашу нитку. Затем складываю лицевую сторону вовнутрь. И захватываю здесь 2 петли. Здесь 2 петли. И вот таким образом сшиваю. Вот такая лицевая сторона у нас получается. Как видите, не особо видно что-то. И наш снудинг готов.